Как часто вы говорили себе, что обязательно станете лучшей версией себя в новом году? И как часто сдерживали это обещание? В этом видео я расскажу вам, как все-таки сдержать это обещание в новом 2022 году, как кардинально изменить свою жизнь всего лишь за год, и как я сама буду совершенствоваться в этом году. Поехали! И начнем мы, пожалуй, с самого главного, это расхламление. Настало время избавиться от всего ненужного в вашей комнате и смартфоне, то есть во всем вашем личном пространстве, чтобы освободить место для чего-то действительно нового и действительно полезного. Разберите ящики в своем письменном столе, разберите вещи в шкафу, книги на полках, протрите пыль в комнате. Лично меня генеральная уборка мотивирует на работу и дает громадный заряд энергии, которые я готова тратить на свои новые свершения и достижения целей. Почистите подписки в своих социальных сетях. Я сейчас говорю не только про ТикТок и Инстаграм, но и про другие социальные сети по типу ВКонтакте и Фейсбука. Даже если вы там сидите достаточно редко, все равно стоит почистить ваши подписки и удалить из друзей тех людей, с которыми вы уже не общаетесь. На каких людей вы подписались за прошедший год? А все ли подписки вы оформляли осознанно? Отпишитесь ото всех людей и пабликов, контент-конторах вам не приносит никакой пользы и даже загружает ваше личное пространство. Также могу посоветовать вам удалить все приложения, которыми вы уже не пользуетесь. Если же они понадобятся вам снова, вы все равно сможете их скачать в любую минуту. И второй наш пункт – это постановка целей. Чтобы как можно быстрее достичь наших целей, нужно правильно их сформулировать и правильно поставить наши цели. И в этом году, в этой неделе, мне поможут две системы. Это Smart и матрица Эйзенхауэра. Сейчас я подробнее расскажу вам про две эти системы. До этого я никогда не совмещала эти две системы, но при этом я знаю, как они работают, потому что я ими пользовалась по отдельности. Но по моей идее, вкупе эти две системы должны дать максимально охрененный результат. Так, давайте сначала разберем систему Smart. Это на самом деле система, которая была разработана для менеджмента и постановки целей в крупных компаниях, то есть для повышения производительности той или иной фирмы, но также и ее можно использовать для постановки собственных личных целей. Smart на самом деле это английская аббревиатура, то есть написанная английскими буквами. И она расшифровывается как Specific, Measurable, Achievable, Realistic и Time Framed. И сейчас я подробнее вам расскажу про все эти пункты. Первый критерий постановки цели по системе Smart это Specific, то есть конкретный. Цель должна быть конкретной, что увеличивает ее вероятность для реализации жизни, то есть увеличивает вероятность ее достижения. Конкретно означает, что при постановке цели учтен конкретный результат, который можно измерить в той или иной единице. Чтобы правильно поставить цель по этому критерию, вы можете руководствоваться двумя вопросами. Какого результата я хочу достичь за счет выполнения цели и почему? Существуют ли ограничения или дополнительные условия, которые необходимы для достижения цели? Кстати, забыл упомянуть, что для правильного выполнения критерия Specific очень важно, чтобы при одной цели был один результат. Если вам недостаточно каких-либо знаний или чего-либо еще для достижения одного результата, то есть нужно сначала достичь другой результат, то есть поставить себе предыдущую цель, либо дробить уже существующую цель на несколько и достигать ее равномерно. Следующий критерий у нас это Measurable, то есть измеримый. То есть цель должна быть измеримой, и на этапе постановки цели необходимо указать и установить конкретные критерии для измерения процесса выполнения конкретной цели. Вопросы, которые вам могут помочь для правильного постановки цели в этом критерии, звучат вот так. Какой показатель будет говорить о том, что цель достигнута? Какое значение у данного показателя должно быть для того, чтобы цель считалась достигнутой? Ну и переходим уже к третьему пункту системы SMART. Это Achievable, в некоторых источниках говорится, что это attainable, и переводится он как достижимый, то есть цель должна быть реальная для выполнения конкретно вами, вам должно хватать всех знаний, вашего опыта, ваших ресурсов для выполнения этой цели. Если цель не является достижимой конкретно для вас, вероятность ее исполнения в реальность стремится к нулю. Еще очень важно упомянуть, что реалистичность выполнения задачи влияет на вашу мотивацию. Переходим к букве R, она расшифровывается как Relevant, что переводится на русский как Значимый. То есть цель должна быть значима конкретно для вас, вы должны смотреть на написанную вами цель и понимать, что вам это нужно, вы хотите это выполнять и сразу знать, для чего вы выполняете эту цель. Осознавать значимость достигаемого вами результата с помощью этой цели. Чтобы осознать значимость конкретной цели специально для вас, вам важно понимать, какой конкретно вклад внесет достижение этой цели в ваш общий прогресс. При постановке цели в этом критерии можете руководствоваться следующим вопросом. Какие выгоды принесет мне решение поставленной задачи? И переходим к последнему пункту в системе SMART, это Time Bound. То есть цель должна быть ограничена по времени. Чтобы цель была ограничена по времени, вам нужно установить определенный дедлайн. Кстати, он будет вас в дальнейшем и мотивировать. У цели должен быть определен точный финальный срок. Если вы выполните цель позже установленного дедлайна, то цель будет считаться невыполненной. При этом очень важно отметить, что временные рамки вы должны устанавливать, учитывая все ваши возможности и также не нарушая реалистичность выполнения этой цели. То есть если вы, допустим, хотите научиться плавать и ставите себе дедлайн к завтрашнему дню, вы с точностью не достигнете этой цели, вам будет требоваться больше времени для того, чтобы научиться плавать. Так со всеми целями. И постепенно мы переходим к матрице Эйзенхауэра. Эта матрица основана на приоритизации задач, то есть разделении их по двум, если подробнее, то по четырем критериям. Это важно-неважно и срочно-несрочно. Вы можете распределить все свои задачи по этим секторам, чтобы получать ясное представление о том, на какие задачи или цели вам нужно уделять больше времени и больше фокуса. То есть что нужно сделать сейчас, а что можно или нужно отложить. Такая матрица может помочь вам расставить приоритеты по жизни, ну или по вашим целям. Свою матрицу Эйзенхауэра и все свои цели по системе Smart я буду делать в своем любимом приложении для планирования Notion. Поэтому давайте переходить потихоньку в нее. В общем, я решила сделать абсолютно новую страницу в Notion для планирования на 2022 год, так как у меня много новых целей и планов по новому оформлению, и переделывать старую было бы точно неудобно. И первым делом, как я создаю новую страницу, я применяю все необходимые для меня настройки. Как вы видите, мест для планирования становится гораздо больше. Далее я ввожу какой-то заголовок, который будет у меня на главной странице, а потом присыпаю к самому мучительному выбору — это иконка. На самом деле для меня иконка гораздо важнее, чем заголовок. Я очень придирчива в этом плане. И при выборе иконки на этот раз я перепробовала несколько различных способов и в итоге пришла к гифкам. Далее на этих кадрах я покрупнее вам показываю сайт, с которого я выбираю гифки, и также небольшой туториал по тому, как их вставлять в иконку Notion. Далее предстояла самая кропотливая и самая монотонная работа — это самооформление главной страницы и также оформление всех побочных страниц по типу страницы месяца и так далее. Итак, делюсь успехами. Что же у меня получилось? Я сейчас сделаю страничку по месяцам, оформляю январь. Здесь у меня главная страница, собственно. Здесь я поставила вот такую гифку. Здесь будет разделение по месяцам и будет отдельная вкладочка с целями на год. Кстати, интересный факт. Я сейчас использовала гифки в первый раз. И, кстати, мне понравилось. Их нахожу на отдельном специальном сайте. Его я показывала ранее. И в целом мне нравится, достаточно симпатично. Такое двигается, прикольно. Если в сочетании с фоном красиво сделать и заморочиться, и реально подобрать, то получается очень круто. И пока что у меня процесс небольшой, но я продвигаюсь. На самом деле у меня, кстати, достаточно неплохо получается. Мне прям очень нравится промежуточная результат. Но я уже вам все покажу. Тогда у меня будет готова хотя бы одна страничка. Вот такая страничка по январю у меня получилась. И здесь у меня базовые цели по учебе и работе. Потому что пока что я не прописывала цели на год. И вот здесь в серединке я буду писать достижения, то есть что у меня выполнено. И так будет по каждому месяцу. Но такие странички я буду делать тогда, когда они мне нужны. В основном у меня вся информация будет на вот этой основной странице. Итак, по-быстренькому набросала вот такую вот матрицу Эйзенхаура. И сейчас буду подробно расписывать все свои цели. Думаю, сначала внизу я вот здесь вот в виде туду листа просто напишу их списком. А потом поподробнее буду расписывать по вот этим колоночкам. Матрицу Эйзенхаура можно забить по вот такому запросу. И здесь будет очень много картинок самых разнообразных. Можете выбирать любую. Суть у них одна и та же. Вот так у меня наполнилась матрица. Здесь я уже написала свои дедлайны. И вообще в целом мне свои цели нравятся. На самом деле у меня на самом деле самые приоритетные это вот эти. Потом вот эти. Ну тут собственно вообще они почти не приоритетные. Самое главное это вот эти. И вот так у меня пока что выглядит Notion. Постепенно буду перетягивать сюда все свои вкладки из предыдущей страницы. И когда все сюда перекину, то страницу я удалю, потому что она мне уже ну не нужна будет. Так, Notion мы с вами оформили. Поэтому теперь можем переходить потихонечку к доске визуализации. Сначала я объясню вам, что это такое. А потом мы вместе с вами делаем нашу с вами доску визуализации. Или же Monboard, как ее еще иногда называют. Доска визуализации дает нам четкое представление о том, чего мы хотим усидеть. И что мы в итоге получим по достижению наших целей. Например, допустим я хочу айпад и макбук условно. То есть это не моя цель, я просто делаю пример. И я распечатываю различные картинки с изображением айпада, макбука и прочей техники, которую я хочу получить. После этого я вешу их допустим на стенку или специально какое-то отведенное место. А потом просто смотрю на эти картинки и визуализирую. Кстати, с картинками реально проще визуализировать. Филографии для Monboard я буду брать на Pinterest. Потом их распечатаю, наклею и повешу на свой нынешний Monboard. Поэтому давайте приступать. И вот такие картиночки я нашла. Они достаточно общего характера, поэтому подойдут к большинству. Подобные можно найти в Pinterest. И их мы печатаем и делаем из них Monboard. То есть либо специальную картоночку вырезаем и клеим все туда в виде коллажа. Либо размещаем это на пробковой доске. Либо вот на такой доске пластиковой, как из Ikea. И когда на пути к нашим целям нам понадобится визуализация, мы просто берем и смотрим на этот Monboard, либо же доску визуализации. И визуализируем наши цели. Таким образом они исполняются быстрее. Проверено на, собственно, моем примере. И дальше мы с вами переходим к такой очень интересной штуке, как аффирмации. Не знаю, знаете ли вы, что это такое. Это не важно, сейчас я вам об этом расскажу. Аффирмации это устойчивые выражения, обязательно позитивные, которые вы при многократном повторении заменяете на негативные установки в вашей голове. То есть, допустим, у вас есть какой-нибудь комплекс, вы пишете против него аффирмацию, много раз ее повторяете, например, в течение месяца и избавляетесь от этого комплекса. Потому что у вас заменилась установка в голове. Есть некоторые правила, по которым составляются аффирмации. И сейчас я вам о них расскажу. Во-первых, аффирмации пишутся без частицы «не», без «хочу», без «желаю» и тому подобных слов. Аффирмации должны быть написаны в настоящем времени, будто у вас уже что-то есть. Например, вы пишете не «я хочу красивые глаза» или «у меня будут красивые глаза», а пишете «у меня есть красивые глаза». Это должны быть обязательно только позитивные установки, потому что мы избавляемся от негативных установок. Зачем нам в аффирмации что-то негативное? Это обязательно должны быть фразы от первого лица. У вас в аффирмации обязательно должны включаться слова, которые выражают какое-либо ваше отношение, в основном какое-то положительное, к тому факту, который вы в аффирмации излагаете. Например, «я с удовольствием принимаю то-то, то-то», «я с благодарностью отпускаю», допустим, ограничивающее поведение, то же самое, да. И последнее правило. Аффирмации обязательно короткие и направлены только на вас самих. Вы не сможете изменить других людей, окружающих вас, с помощью аффирмаций. Поэтому вы меняете только себя, и, возможно, свое окружение вы просто фильтруете и подстраиваете его под нового себя. Вы не сможете изменить других людей с помощью аффирмаций, потому что аффирмации работают только тогда, когда вы их повторяете, и они влияют только на ваше подсознание, на вашу голову. Поэтому удачи используйте, постоянно держите аффирмации у себя где-то перед глазами. Можно даже в том же самом ноушене их записать, открывать и сутрица их читать, все несколько раз зачитывать. Я помню, я настолько зачитала от своих аффирмаций, что у меня реально было твердое убеждение, что я просто читаю какой-то общеизвестный факт. Этого и нужно добиваться. Все, удачи вам с аффирмациями. Я без понятия, почему это записано у меня именно пятым пунктом, но как есть, так есть. Это новые привычки. Лично я убеждена, что наша жизнь и наша рутина состоит из привычек ровно настолько же, сколько мы это то, что мы едим. Я уже неоднократно это повторяла в своих видеороликах, но повторю еще раз. Именно поэтому и важно избавляться от старых привычек и приобретать, то есть внедрять новые в нашу жизнь. Чтобы внедрить привычку, нам нужно повторить какое-то действие регулярно. В среднем ученые выяснили, для того, чтобы внедрить новую привычку, нам требуется 21 день, ну или в крайнем случае месяц. А следить регулярно с выполнением какого-либо действия нам поможет трекер привычек. Именно поэтому мы и будем его с вами сегодня составлять. На самом деле я до сих пор не нашла для себя абсолютно идеального способа составления трекера привычек. И я перепробовала много различных способов. Я делала и в bullet journal, и в планере черчевала себе трекер. И в notion пыталась в отдельной страничке ввести трекеры привычек. И даже распечатывала себе самодельные трекеры, которые делала на сайте 365dan.ru. Но тем не менее, я хочу сегодня также возобновить бумажные трекеры, потому что для меня они были наиболее эффективными. Перед тем, как мы приступим к оформлению наших трекеров привычек, хочу перечислить те привычки, которые я планирую внедрять в 2022 году. Я хочу вернуть ранние подъемы. В моем случае это сон с 22 до 5 утра. Вводный режим мне также нужно настроить в этом году. Я планирую пить 4-5 стаканов воды в день. Для моего веса это самый оптимальный вариант. Также хочу заниматься спортом 3 раза в неделю, за исключением тех танцев, на которые я до сих пор хожу. Постараюсь проходить 10 тысяч шагов каждый день и заниматься английским 30 минут ежедневно. Помимо этого, я также продолжаю внедрять медитации, визуализации и аффирмации. Это моя самая любимая тройка на утро. Также внедряю практику благодарности в каждое утро. То есть у меня уже получается такой квартет на утро. Уже планирую заниматься обществом ежедневно, потому что, как вы все прекрасно знаете, мне сдавать ЕГЭ по этому предмету. Хочу возобновить регулярное чтение. Буду читать по 20 страниц в день. И у меня есть специальный хайлайт в моем блоге в инстаграме. Лингвамаристаде. Он называется Читалочка, где я иногда провожу такие книжные челленджи и читаю и отчитываюсь об этом в сторис. Потом подписывайтесь, если вам интересна тема обучения, чтения книг, саморазвития, личностного роста и так далее. У меня так вышло, что у меня примерно около 9 привычек на этот год запланировано. Если, конечно, я все постараюсь выполнить. И так у меня получается, что по привычке в месяц и плюс около 3 месяцев на адаптацию. Потому что нужно будет привыкнуть уже со всеми этими привычками. Потому что привычка это регулярное действие, которое нужно повторять ежедневно. Нужно все-таки будет учиться психически жить по-новому с этими всеми 9 привычками. И плюс январь я пропускаю, потому что я уже не начала. Вот и все. Приступаем к нашему трекеру привычек. Ну и я надеюсь, что вам очень понравилось это видео. И оно замотивировало вас на грядущие изменения в новом году. Всех поздравляю вас с наступившим новым годом. И желаю вам успехов во всех ваших начинаниях. Не забывайте подписываться на мой канал. Кнопка подписки, как всегда, находится внизу под этим роликом. Также все ссылки на мои социальные сети есть в описании под этим видео. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok